Мы находимся на площадке открытого грунта. С вами Борис Александрович Мамедов и я Елена Волчок. Здесь у нас открытый грунт. И что у нас здесь высаживается в открытый грунт? Ну, здесь у нас высаживается довольно большое количество различных растений, различных культур. Например, редисы, луки-порейи, лук-шалот, капуста цветная, капуста брокколи, майоран, там баклажаны, кукуруза, кабачки, патиссоны, тыквы и так далее, уже высажены. Сегодня мы будем высаживать. Естественно, при высадке в открытый грунт томат, перец, баклажаны надо регулярно следить за прогнозом погоды. Мы просто следим за прогнозом погоды, видим, что вроде так не обещают таких сильных похолоданий, потому что по многолетним данным всегда до первой декады июня, то есть до пятого, до шестого, до десятого числа всегда возвратные заморозки. Возможно, да, бывает. Да, но мы следим за погодными условиями, по приметам смотрим, что нет, вроде заморозков не будет, но будет в воскресенье похолодание до девяти, до десяти градусов, но это не страшно. Не критично. Не критично, это кратковременно. Ночью в течение двух-трех часов вот такое понижение температуры, даже в какой-то, так скажем, мере полезно для растений, потому что они после высадки не попадают сразу в жару, так скажем. Они потихонечку адаптируются. Нет сильного испарения, нет перегрева. Да, сегодня у нас около 20 градусов. Дождичек идет. Дождичек мороси, там тучи и так далее. Идеальное вообще погод. Лучше вот вообще не придумаешь. Для томата. Естественно, вот здесь у нас будет высажено где-то 15 сортов. В этом году хотим провести эксперимент. Это для открытого грунта будет карликовые. Здесь у нас будет детерминатные сорта. А, индетерминатные будут? И будут здесь индетерминатные сорта. Ага, все-таки попробуйте. Они такие крепенькие всегда, такие набитые. То есть карликовые сразу сорта можно выделить. И листья у них такие толстенькие всегда. Специально подобрали такие сорта крупноплодные, сорта тип черри. Ну, разные, чтобы были. Да, и обычные, типичные, вот так скажем, с сливовидной формой. Вот эти сорта будут, ну, индетерминатные. Мы их будем через коловые культуры делать. Специально купили такие колышки высотой около двух метров. Но обязательно будем формировать растение в один стебель удалением пасынков. Это, я имею в виду, индетов. И ограничением роста через, после формирования, так скажем, четвертого или пятого уровня. Потому что растение уже в нашей зоне просто будет нибудь лучше. Да, просто даже в теплице мы обычно рекомендуем, если выращиваем индетерминатные сорта, сорта в середине августа, после, когда на растении уже формируется восьмой-девятый уровень кистей, ограничить верхнюю часть, удалить верхнюю часть растения. Потому что дальше, да, он будет расти, цвести. Он будет цвести, будет завязывать плоды. Ну, они просто не успеют даже формироваться. И силы уйдут именно на новые кисти, а на старые будут не так активны. Грунт, как обычно, мы рекомендуем это вот всегда, это уже многолетними опытами доказано. Если мы сеем где-то в первые декады до 15 апреля, это вот очень хорошее время для высадки рассада в открытую грудь в начале июня. Это томат. Что касается перца и баклажана, конечно, рекомендуется чуть-чуть раньше, посев на неделю, на 10 дней. И конец марта, начале апреля. Тоже вполне достаточно для выращивания данных культур в открытом грунте. Стандартная, хорошая рассада, не переросшая, не маленькая. Маленькая, шикарная вообще корневая система. И ровненькая, опять-таки, равномерно везде растет. Самое главное, обычно бывает, выпускаешь высадкой, и здесь очень мощная корневая система. Переросшая. Переросшая и уже мочковатая такая. И, естественно, если их высаживать, надо будет их расчесывать чуть-чуть, разломать, потому что они потом очень сложно, вот им вырываться наружу. Они как бы, поскольку уже набиты и растут здесь, то они так и будут дальше расти, не будут в сторону. То есть, вот это вот, в принципе, не надо расчесывать. Нет, нет, потому что они уже, вот они, видите, вот они уже хорошо растут в сторону. А если уже переросшие, тогда немножечко, аккуратненько надо разобрать корни. Если выращиваем недетерминатные, ретерминатные, схема посадки тоже самая. Как в теплице. Как в теплице. Если карликовая, естественно, тут другая система. Тут можно высаживать уже заглушенные, часто. Поближе друг к другу. Поближе к друг другу. Выбор сорта раннеспелый обязательно дом. Да, потому что другой у нас не выйдет. Это 50% успеха. И второй момент – это выбор участка. То есть, в огороде каком месте высаживать вот такие тепловивовые культуры, как перец, баклажан. Чтобы было защищено с северной стороны, чтобы ветра не были холодные. Ветров, плодородная почва, воздухопроницаемая, влагоемкая, в то же время, что вода не залегала, там до солнечного места и так далее, и так далее. Самое главное – должен быть хороший питательный грунт. Вот тогда и вы получите прекрасный урожай. Мы, конечно, здесь будем проводить испытания, потом вам расскажем. Да, будем все показывать, что у нас получилось в конце, что у нас созрело, что не созрело. Люди часто спрашивают, часто задают вопрос, даже по нашим фильмам, что вы кладете при высадке растения. Ничего не кладем. Ничего не кладем, потому что, если даже сейчас мы туда будем класть удобрения, какой смысл? Потому что растения должны адаптироваться в течение 2-3, в зависимости от 2 года недели, адаптироваться к этим условиям. Корни должны разрастаться, после этого будет использовать. Поэтому плодородная почва высаживаем. То есть, заранее хорошо готовим почву? Потому что само рассаду уже, когда мы их выращиваем, все равно подкармливаем. Ну, хотим это, не хотим, там, один раз проводим, опять же, комплексы минеральных удобрений, подкормку делаем. Поэтому вот сейчас высадим, буквально через 10 дней, 12 дней можно провести уже. Если есть возможность, опять-таки. Если питательный грудь, может быть, и не требуется. После, там, около числа 10-15, можно провести, если мы видим, что растения плохо растут, плохо раздеваются, подкормку, опять же, комплексными минеральными удобрениями, под каждое растение в сухом виде можно подавать. Или лучше всего разбавлять водой 2-2,5 литра на каждое растение. И поливать. И поливать. Это 20-25 грамм, ну, 30 грамм максимум. Возьмите любого комплекса удобрения. Лучше всего использовать, конечно, с минимальным содержанием азота, чтобы там было калий, фосфор больше, и другие микроэлементы. Потому что мы уже достаточно имеем высоту, толщину стебля, двигаем. Если мы сейчас сильно перекармим азотом, естественно, они могут просто так же жировать, как теплее. И все пойдет в ботву. Поэтому минимальное содержание азота, фосфор, калий и остальные, все как положено, у вас рассада перерастает. Томат можно высаживать буквально хоть вот. Заглублять, то есть очень можно. Заглублять там прямо до верхушки. Потому что пойдут корни, он дает корни. Пойдут дополнительные корни, это в том случае, если, конечно, рассада у вас переросит. Если рассада не переросит, конечно, даже рекомендуется, вот возьмем литературу, после высадки, через какое-то время, да, сделать окучивание. То есть окучивается вот это вот семидор. Это семидорное листочко убирает. Можно окучить до первого, до первого настоящего листа можно окучивать. Это даже очень. Будут дополнительные корни, дополнительное питание. Кроме питания растение будет крепкий, то есть не будет падать долгое время, если не подвязываете. Вот такие, буквально несколько таких вот, вроде понятных явлений, агротехнических мероприятий, которые некоторые не знают или упускают. Все, никаких вот этих сложностей нет, эти выполнять. Конечно, не все имеют защищенный грунт, не все имеют теплицу. Но даже не имея этого, я говорю, мы можем получать, может, в течение долгих-долгих лет в России занимаются селекцией томата именно для открытого грунта, именно для средней полосы России. Есть институты, этот селекционный опыт, это же 100 лет, даже больше 100 лет, поэтому уже есть формы адаптированные, выведенные здесь, прекрасно подходят для вот данных условий. Бывает год хороший, год не очень, год на год не приходится. Естественно, да, бывают такие условия, конечно, уже теряется практически весь результат, так скажем, весь урожай. Бывает такое. Ну, обычно вот уже 3 года или 4 года мы выращиваем, проблем у нас пока. Ну, как говорят, всемирное потепление у нас или похолодание, мы еще не определились, что у нас. Самое главное, я говорю, там, подбор сорта, выбор срока посева, высадки и агротехника с расположением участка, и вы можете получать спокойно. Очень важны сроки посева, очень важны сроки высадки и минимальные, так скажем, агротехнические, соблюдать минимальных агротехнических условий. Это расположение, это полив, прополка, ротмение. Опять-таки свое время, посылкование, если надо. Ну, естественно, если надо. Ну, будем ждать результатов, что у нас получится в этом году. Мы вам все обязательно покажем. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»